«Суперсказка, которая заменит вам консультацию психолога. Просто слушайте и получайте результат». Написал Евгений Звягин. Колобок открыл глаза. Тело ломило. Балава болела. В ином случае он мог бы задуматься, не одно ли это и то же. Вот только сейчас его занимали совсем другие вопросы. Какого хрена? И что сейчас было? В памяти роились обрывочные воспоминания. Но ни одной маломальски адекватной картинки почему-то не возникало. Он помнил скорее ощущения какие-то. Такие вот ощущения. Он что-то мохнатое. Что-то острое, склизкое, противное. И даже жутки страшные. Так, все, нужно отпустить ситуацию. Что вокруг? Лес. Солнце светит. Трава. Ветер. А-а-а. Тропинка. По ней нужно катиться. По тропинке-то же катиться нужно. Только вот куда непонятно. Ну, так надо не сидеть же на месте. Покатился колобок по тропинке. А навстречу ему... Зайка. Колобок, колобок, я тебе съем. Колобок застыл в нерешительности. Жуткое ощущение дежавю прокатилось в его мозгу. Он явно уже где-то это видел. И этого заяца. И вот это вот. И я тебе съем. Не ешь меня, заяц, неуверенно произнес колобок. Я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусеку скребен. И он запел монотонно колобок и покатился дальше. Катится колобок, катится. А навстречу ему волк. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, серый волк. Я... И опять то же самое ощущение. Опять воспоминания, как руль пчел. Носятся, носятся, носятся. И невозможно ни заодно зацепиться. Невозможно ни одно поймать, понять. Только чувства. Только страшные воспоминания. И опять то же самое. Я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, по сусеку метен, по амбару скребен. Запел свою монотонную гипнотическую песню колобок. Колобок катился, уже не обращая внимания на застывшего волка. Что-то было не так. Вот прям совсем не так. Он уже видел этого волка. Он уже пел ему эту песню. Но додумать мысль не получилась, потому что перед колобком возник медведь. «Колобок, колобок, я тебя съем». Пропеть эту дурацкую автобиографическую песню и покатиться дальше. Но откуда он мог знать, что медведь это будет слушать, что медведь это примет, что медведь загипнотизируется. В такие моменты начинаешь сомневаться не то, что в себе, даже в самой реальности, как будто сон во сне. И томящее чувство с зубом отзывалось в прошлом того настоящего. Было ощущение, что сейчас возникнет что-то, и вот это вот что-то я точно могу вспомнить, и вот я точно знаю, что будет. Но секунды за секунду тянулись, а воспоминаний не возникало. И ничего, ничего не менялось. «Колобок, колобок, ты куда катишься?» Перед колобком стояла лиса. Большая, рыжая и очень знакомая, очень-очень знакомая. «Качусь по дорожке», — сказал колобок, судорожно напрягая память. Он должен был вспомнить. «Колобок, колобок, спой мне песенку». «Вот сейчас я спою песенку», — подумал колобок и запел. «Я колобок, колобок, по сусеку метен, по амбару скребен». Он допел песенку и вспомнил, что лиса сейчас пожалуется на свой слух. «Ах, как песенка хороша, колобончик, но слышу я плохо. Колобок, колобок, сядь ко мне на носок, да спой еще разок погромче». Колобок, как завороженный, «Откуда ты знаешь, что этого делать не нужно?» Подпрыгнул и уселся на носу у лисы, продолжая напевать набившую оскомину песенку. Но лиса его перебила. «Колобок, колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой еще разок». Совсем тошно стало колобку. Его естество все прям протестовало против этой просьбы. Но он должен был понять, что сейчас произошло и что сейчас не так. Прыгнул он в весеный язык, лиса его «Ах!» и съела. Колобок открыл глаза, тело ломило, голова болела. Но он не обращал на это никакого внимания, потому что в этот раз он помнил. Помнил все, и тропинку, и лису, и влажный ее нос, и горячий язык, и острую и пронзительную боль перед тем, как он снова открыл глаза. Он умирал. Умирал сотни, а может быть и тысячи раз. Так было всегда. Всегда одна и та же тропинка. Одни и те же звери, один и тот же лес, солнце, ветер, трава, тропинка. И всегда одна и та же смерть. Но только сейчас он помнил, что было на самом деле, а значит все пойдет по-другому. Колобок покатился по дорожке, а навстречу ему Зайка, колобок, колобок, а я тебя съем. Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою. И он запел песню, как пел эту песню, этому зайцу уже неизвестно сколько раз. А потом был снова волк, и снова эта песня, и медведь. И все оставались позади, и все только его не видели. А потом пришла она. И Лиса Патрикеевна, колобок, колобок, куда ты катишься? Сочусь по дорожке. Колобок, колобок, а спой мне песенку. Сердце колобка начало сучать уже три раза быстрее. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Теперь это было уже не это же. Это было по-настоящему, и Лиса через минуту его сожрет. Ах, песенка хороша, но колобочек, слышу я плохо. Сядь ко мне на носок, да спой еще разок. Он прыгнул лисе на нос, на ее черный, влажный, мокрый. Нос хищника, замышляющего коварства. Вот только колобок знал, что будет дальше. И он запел снова свою медитативную песню. Колобок, колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой еще разок. Вот он, момент истины. Колобок подпрыгнул, увидел, как блеснули глаза хищницы, и приземлился. Но не на язык. Вместо этого он больно ударил лису в лоб и отскочил от нее, как баскетбольный мяч. Перемахнул через рыжий хвост и погасился дальше, что было сих. Оглянулся первый раз только. Но лисы уже не было. Он сделал это. Сделал. Сделал. Разрушил проклятие. Колобок, колобок, я тебя съем. Перед колобком стоял кабан. Замялся колобок в полном шоке. Такого с ним еще не было. А кабан не спросил про песенку и ничего не стал слушать. Он просто... Сожрал кропко. Колобок открыл глаза. Ахренеть. Только он не смог произнести. Тело ломило. Лова болела. И он снова покатился по тропинке. И снова был заяц, и была медитативная песенка, и был волк, и был медведь, и была лиса. И снова лиса попыталась заманить его в ловушку и получила палку. Колобок, колобок, я тебя съем, сказал кабан. Не ешь меня, кабан. Я тебе песенку спою. А нахрена мне твоя песенка, если я жрать хочу? И снова последовал неожиданный ход от нового героя сказки. Колобок открыл глаза. Вот ты ведь свинья. Подумал он. Оглядывая лес. И снова все повторилось. И машинально, уже не задумываясь, он проделал путь до лисы. Обманул ее и покатился дальше. Кабан! Заорал колобок. Кабан, готовый произнести сакраментальную фразу о своих желаниях, вдруг застыл. Беги, кабан! За мной следом бегут охотники. Ружья несу. Стреляют. Пиф! Па! Па! На кабана этот аргумент, похоже, подействовал. Чего бы, правда, охотники? Правда, кабан? Они и зайца уж застрелили. Волка застрелили. И медведя застрелили. И лису тоже. Пиф! Паф! Паф! Кабан взвизгнул. Даже лису! Даже! Беги! И кабан действительно побежал, снося кусты. Уф! Стопнул колобок, катясь дальше. Лес здесь был другим. И даже деревья и кусты были реже. И даже было видно частичку неба и облака, плывущие по нему. Колобок открыл глаза. Да ёшкин выхухоль, какая ж сволочь делает овраги посреди дороги. И снова заяц, снова волк, лиса, кабан, тропинка. И вот он, овраг. Глубокий зараза. Метров десять будет. Колобок аккуратно покатился дальше, больше никуда не заглядываясь. Колобок, колобок, я тебя съем. А ты вообще кто? Опешивший колобок смотрел на что-то большое. Светом оно было, как болото. И запахом тоже, потому что из болота вылезло. А ещё у него была пасть. Очень большая пасть. Такой пасть у не то, что колобка. Лису зайца-медведя и кабана, и выхухоль можно сразу проглотить. Я бегемот. Я тебя съем. Невозмутимо сообщило нечто, назвавшее себя бегемотом. Слушай, бегемот, не ешь меня, я тебе песенку спою. Колобок открыл глаза, матерясь заранее. Попробуем следующий вариант. Беги, бегемот, беги. Там охотники, а не зайца. Колобок открыл глаза, матерясь в два раза активнее и уже вслух. Бегемот, может ты худо слышишь? Давай я тебе на нас в локсе аду. Колобок открыл глаза. Мата в голове не было. Была бессильная злоба. Не ешь меня, бегемот. Я тебе секрет, а то о ней не расскажу. Какой секрет? Внутри Колобка все замерло. За долгое время это был первый раз, когда удалось перейти дальше пегемотиной фразы. Что лежит у меня в кармане? Наугад бросил Колобок цитату, вычитанную в какой-то книжке. У тебя же нет карманов. Колобок открыл глаза. Надо придумать что-то правдивее. Какой секрет? Кто умрет во власти кольца? Ненавижу спойлеры. Колобок открыл глаза. Какой секрет? Кто убил кролика Роджера? Завопил Колобок, открылая глаза и ненавидя все, что его окружает в этом мире. Он готов был убить всех, ненавидя всех, себя и все. Этот лес, эту тропинку, эту гребаную песенку и особенности этого тупого, прожорбивого, тастокожевого и тупоролого бегемота. В очередной раз он покатился по дорожке. Колобок, Колобок, я тебя съем, сказал уже сто пятьсотый раз набивший оскоренную заяц. Иди нахрен, заяц, вы, сказал злобно Колобок, ударил заяца в живот и покатился дальше. Колобок, Колобок, я тебя съем, сказал гребанный серый волк. А я вопью себе селезенку и прожую кишки, и заорал Колобок и прокатился мимо ошалевшего волка. Только попробуй, чучело музейное. Только успел ряхнуть Колобок, прокатываясь мимо достовучего медведя. Колобок, Колобок, куда катишься, спросила лиса. Жрать младенцев под кровавой луной и танцевать во славу темному ладыке. С кровожадной хмыгой он сказал лисе и покатился дальше. Колобок, Колобок, я тебя съем, сказал Кобан. А я тебя свиным гриппом заражу, говно клыкластая. Процедил хриплого Колобок и покатился дальше. Колобок, Колобок, я тебя съем, вылез из болота бегемот. Закрой пасть, антресоль дырявая. Попытал счастье Колобок, но бегемот уже шел на него. Болотное чудище действительно было непрошибаемо. Не ешь меня, а не то я тебе секрет не расскажу. Какой секрет? И вот снова в тот момент, но в голове уже было пусто. Он перепробовал сотни вариантов. Не расскажу, куда я... Иду! Колобок открыл глаза, заканчивая фразу уже после того, как бегемот его сожрал. Только мысли его теперь были заняты не тем, что все снова повторяется, повторяется и повторяется. Он думал о том, что только что сам сказал, куда я иду. Действительно, куда я, мать его, иду, произнес Колобок и огляделся. Был тот же лес, та же опушка, та же тропинка уходила прямо. А вот была еще тропинка, и вон там дорожка, куда-то уходит, уходит, а вот еще одна. Он стоял на перекрестке множество тропинок, на которые раньше почему-то не обращал внимания. Почему? Почему он их не видел, и как уморешенный, пер по одному и тому же пути. Хотя не раз мог убедиться, что этот путь заканчивается всегда тупиком. В затуманенном состоянии Колобок покатился по другой дорожке. Она была чуть пологая, спокойная, тихая. Никто не вылезал из кустов и не сообщал ему радостно, что хочет его съесть. Через полчаса тропинка вывела его на широкое пшеничное поле. Тут было тихо, тихо и очень спокойно. Впервые за много-много дней или жизней Колобок понял, что ему наконец-то хорошо, что он нашел место, где хочется остаться и никогда ни от кого не убегать. Если вы ощущаете в своей жизни постоянное повторение одних и тех же событий, повторение, 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 не знаете, а если в вашей жизни иные тропинки, иные двери, подумайте вот о чем. Тропинки есть, двери есть, но вы их ни хрена не видите. А почему не видите, а почему не обращаете на них внимания? И как их увидеть? Как сменить программу своего мышления? Все это вы узнаете на нашем интенсиве «Дау Путь Женщины», где мы будем работать именно над перепрограммированием вашей судьбы. Мы ждем вас вместе с нашими психологами-консультантами. До встречи!